Привет-привет всем! С вами снова я, Ингрида. И сегодня я решила отправиться на свою ежедневную ходьбу, прогулку вместе с вами. И показать не только море и рассказать о погоде, хотя это тоже обязательно будет, но также хотя бы чуть-чуть вам показать тот райончик, в котором мы проживаем. А проживаем мы в районе Джигджили. Этот район находится в центре Алании, ну почти в самом центре Алании. Это новый район, престижный район он считается. Ну да, в нем хорошие апартаменты, это я так считаю, и неплохие комплексы здесь. Ну и так пойдем хотя бы немножко ознакомимся с этим районом, и, конечно, отправимся на набережную к пляжам и расскажу вам о погоде. Вот как выглядит наш комплекс с нашей лоджией. Вот такие две хрустальные, сказал бы, башни. И называется он Crystal Towers. Ну, инфраструктуру нашего комплекса я вам как-то показывала еще в августе месяце. Если кому интересно, сейчас оставлю сверху подсказочку. Можете посмотреть. И вот какие комплексы вокруг нашего. И вот смотрите, что строится. Ну, конечно, вид немножко закроет нам. Мечеть не будет наверняка видна. Такая стройка проходит. Ну, не очень сейчас приглядно. Будет красивый комплекс новый. И стройка эта идет очень быстро. Буквально пару месяцев назад здесь ничего не было. Пустырь был. Теперь видите, как быстро строится. Вот какие комплексы также рядом. Вот впереди есть комплекс, очень похожий на наш Crystal Park. И совсем недалеко есть также Crystal Garden. Ну, как он внутри расположен, я точно не знаю. Но снаружи очень похож на наш. И вот впереди горы. Вот так мы живем среди гор и моря. Ну, и пойдем посмотрим, что же со стороны гор видится. Ну, и так пройдем посмотрим, какой же обзор с другой стороны нашего именно комплекса. Как-то свои апартаменты я вам показывала. Можете посмотреть в предыдущих видео. Ну, да, здесь у нас одна спальня, вот вторая. Да, здесь мое рабочее место, где создаются эти видео. Вот, посмотрим, что видим мы именно с этой лоджией. Ну, тоже, смотрите, красивый комплекс. Ну, вот действительно, вот этот комплекс мне нравится. Я вижу, как за ним ухаживает аккуратно тоже. Нравится, красиво. Ну, здесь часть еще нашего комплекса чуть-чуть. Вот это еще наш Кристалл Тауэрс, а здесь рядом соседний. Вот такой достаточно новый райончик. И совсем-совсем близко горы. Видите, совсем с этим комплексом горы. Там объездная дорога. Именно Ланя, которая объездная дорога. Ну, а теперь отправляемся уже на свою утреннюю прогулку. И пойдем мы прямо до порта. Тем, кто присоединился к моему каналу недавно, немножко расскажу, что мы с мужем приехали сюда, в Аланию, год назад. Снимаем здесь апартаменты, 2 плюс 1. И приехали мы с Латвии, с Риги. А сейчас, вот видите, мы идем. Уже, видите, снаружи наш комплекс. И вот напротив этот такой очень похожий и так же самый Кристалл Парк комплекс. Вот комплекс, который расположен рядом с нашим тоже, соседей наши. А впереди горы и объездная дорога. И здесь рядом Кристалл Парк комплекс. Снаружи он точно такой же, как наш. Проходим мимо этой стройки. Вот как она выглядит снаружи. Но пока что, как я сказала, очень-очень неприглядно. Но будет-будет красивый комплекс здесь, который закроет вид. Да, они чуть-чуть нас прикроют. И вот прохожу мимо мечети. Пойду довольно быстрым шагом. Надеюсь, это не помешает обзору. Чтобы быстрее добраться до моря. Вот и сразу за этим, за этой стройкой, вернее, сзади наш комплекс, за мечетью находится торговый центр Alanyum, к которому мы сейчас подходим. В прошлом видео я вам как раз показала обзор этого торгового центра. Кто не видел, посмотрите, если вам интересно. Там сейчас большие скидки проходят. Ну и вот как выглядит торговый центр уже с центрального хода. Он пока еще закрыт. Откроется только в 10 часов. Ну вот так выглядит уже именно дорога, ближе которой ведет меня к морю. И вот щит есть рекламный, где тоже указан наш комплекс Crystal Towers. Видите, даже его рекламируют, чтоб его посещали туристы. И проходим вот эту дорогу. Солнышко, конечно, отсвечивает. Ну вот так выглядит дальше моя дорога, именно путь. Вот проходим такой бутик небольшой. Магазины здесь вот по этой дороге расположены. Много тут ватан, магазин вся рядом. И отправляемся вперед к морю. Прохожу мимо отеля Horizon. Может быть, кто-то здесь тоже отдыхал. Но здесь много отелей друг за другом, а не так следом от отеля Horizon. Ну и кафешки, конечно, как я уже говорила. Здесь их не то, что на каждом углу, их по несколько на одной улице. Да, инфраструктура здесь очень развита в этом районе. Да, жалко отсвечивает. Действительно, солнышко не могу вам всю красоту передать. Ну, идем вперед к морю. Впереди такой хороший комплекс вот этот. Мне он очень нравится. Он находится... Вот ему еще один большой плюс, что он не только хороший, но сам по себе, да, ну и, конечно, красивый дизайн. Но также он находится очень-очень близко к морю, что очень редко бывает. В основном на первой линии такие отели, которые уже постарше. Уже давно, уже состоявшиеся. А вот этот совсем новый, красивый комплекс. Он внутри тоже хороший, я знаю, я там была. Но я посчитала, что он слишком дорогой для меня. Там вместе стоимость полторы тысячи евро. Так что я поэтому отказалась от него. Слишком дорого. Ну, я не считаю, что это нормально. Месяц пожить, да, в таком можно. Но на год снимать полторы тысячи в месяц, да. Ну и отправляемся вперед. Видите, теперь уже такие домики турецкие здесь вокруг. Как я говорила, что чем ближе вот именно идти к морю, домики все-таки в этом райончике не самые новые. Это турецкие в основном дома уже, которые давно построены. И вот такие новые комплексы, когда если появляются, это очень редко здесь. Ну, это маленькая улочка. Настолько мне нравится, красиво, приятно по ней ходить. Особенно было именно, когда цвели вот эти цитрусовые. Смотрите, их как будто незаметно. Ну, это мандаринчик или апельсин, я даже не скажу, да. Но вот когда они цветут, они так приятно пахнут. Ой, я сначала думала, что это такая, как, знаете, запах именно как от жасмина выдается. Думаю, это жасмин где-то цветет. Нет, это именно эти цитрусовые. Сколько я не хожу по этой аллее, именно по этой дорожке, столько я любуюсь, наимно красоту ее. Ох, какая ретро-машинка. Вот, смотрите, каких тут только нет цветущих именно деревьев. Даже все не назову, как они называются. Ну, вот, цитрусов тут много, пальмы, цветы. Ну, целая оранжерея. И впереди отель Blue Sky. Ну, он вот именно находится на самой набережной. Вот отель Ананас. И слева прямо отель Blue Sky. Может быть, кто-то здесь отдыхал. Отель, конечно, это Blue Sky, очень хорошо расположен. Вот, пять шагов и море. И идем по этой прекрасной набережной. Ой, ну, действительно прекрасной. Она очень широкая, просторная. Как я говорю, здесь семь мест хватает. И мотоциклом, мотороллером, и велосипедом. Просторная, действительно хорошая набережная. Ну, а сейчас пройдем сквозь красивый вот такой парк, который мне тоже очень нравится. Нет, здесь, конечно, очень много красивых парков в Алании. Это на самом деле. Но здесь красивый фонтан. Нет, днем он не так красиво будет светиться, потому что он не светится, да, но он красавец. Это тоже один из лучших, вот по мне, один из лучших именно фонтанов в Алании. Красивейших, так вообще, правильно я бы сказать. Мои любимые качели покрасили, смотрю, да, вот такие качельки в нем есть. И смотрите, какой фонтанчик. Ну, я его, конечно, вам много раз показывала, но не могу удержаться, чтобы еще и еще раз не показать. Ух, какая красотень, да? Да, это тоже красивый парк. Проходим вот так же его мимо, в сторону порта отправляемся. Ну, как-то я вам этот фонтан обязательно покажу именно вечером, насколько он прекрасен со своими огнями. Ну, не хочу на солнышко вам показывать, но покажу. Но я думаю, что это очень сильно отсвечивает. Ой, какая красота! Вот нельзя передать это на экране, но на свете, на солнце, он тоже красота, очень такая шикарная, отсвечивает красиво. И отправляемся вперед. Сейчас мы пройдем мимо тоже таких небольших тренажеров. Они расположены по всей Алании, по всей набережной. А впереди еще будет прокат велосипедов. Велосипедов. Вот такие разные маленькие такие парки детские, вот разные тренажеры. Как я говорила, они по всей набережной. Не скажу столько, несколько шагов, но несколько метров сразу следующий. Вот, настольный теннис. Сегодня очень мало здесь, да? Занятых столов только один. Обычно здесь все занято. Вот еще тренажерчики детские. Ну, еще рано. Дети в школе. Пока парк пустой, но вечером здесь ни одного свободного места, куда присесть, нет. И велопрокат тоже пока закрыт. Но он открывается, насколько я помню, после 11. Да, вышли уже на набережную. Ближе уже к отелям Парадор. Скоро совсем будет. Смотрите, как много народу на набережной. Хотя еще утро совсем. Ну, вот, смотрите, как близко горы, да? Вот горы и вот пляжи напротив. По-моему, тут вообще пробежаться 5 минут, и ты в горах. Вот подошла я к пляжу номер 10. Ну, смотрим, люди уже загорают. И прямо напротив находится отель Monarch. И следом за ним именно Парадор отель. И отправляемся теперь к пляжу Парадор. Хотя, вот видите, пляж номер 10 тоже немало народу, да? Даже уже, смотрите, купаются, да? Ой, возле пляжа Парадор очень много, я считаю, купаются. Вот, смотрите, вот смотрим, как выглядит отель Парадор снаружи. И рядом с ним отель есть Meraba. Маленький такой небольшой отельчик тоже есть Meraba напротив прямо Парадор отеля. И вот что происходит на пляже Парадор. Нет, здесь, конечно, вход, я вам как-то его показывала. Здесь нехороший вход, да? Здесь каменистые камни, как я их булыжниками называю. Ну, пока народу мало все-таки. В море больше, конечно. Вот подлину поближе, чтобы вы увидели. Ну, вход здесь тяжелый. Мне прям жалко, кто туда сейчас заходит. Они понимают, насколько он неприятный вход. Ну, может быть, кому-то все равно. Но я очень всегда так волнительно отношусь именно к плохому именно входу. Именно когда дно плохое, каменистое. И отправляюсь сейчас вперед к шестому пляжу. Туда вперед. Вот сразу за отелем Meraba. Следующий сразу здание, где туристическое агентство, в котором я брала экскурсию. Мега комби. Кому интересно, можете посмотреть. Сейчас оставлю именно подсказочку на эту экскурсию. Мне лично она очень понравилась. И напротив сразу пляж номер восемь. Идем вперед. В сторону порта. Вот проходим сквозь эту красивую аллею. Этих маленьких пальм. И следом за ней сразу будет пляж номер шесть. И впереди отель Элизей. И отель Розел Апарт. Ну вот, отель видно Розел Апарт. А следом впереди там есть Элизей тоже. И напротив сразу пляж номер шесть. Эти красивые пальмы. Вот и снова тренажерчики. Ну и поскольку стало уже прохладнее, сейчас тренажер давно требуется спросом. Это летом они пустовали так. Только вечерами тут был народ. Ну и так дошли до пляжа номер шесть. Ну похоже, что везде будет одинаковая ситуация. Чуть-чуть везде народу есть. Видите, люди спокойно плавают. Водичка теплая. Да, подойдемте ближе к мору. Я действительно пощупаю ее. Ну я знаю, что она теплая еще. Вчера сама купалась. Но не скажу, какая температура вчера была. Но сегодня точно посмотрим, насколько теплая она сегодня. Ну а я сейчас отправляюсь к своему любимому термометру, градуснику. Посмотрим, что ж он нам сегодня. Показывает. Ну лично мне кажется, вот сейчас опять будем гадать, да? Лично мне кажется, что на улице действительно сейчас 28-29 градусов. Так, да? Ну вот посмотрю, сколько он показывает. Вот прохожу мимо уже пятого пляжа. И приближаюсь к четвертому. Вот напротив отель Hawaii Sweet Beach. Отель Эвталия. И напротив прямо пляжей номер 4. И напротив это моего любимого термометра. Вот какие отельчики здесь расположены. может быть, кто-то здесь бывал? Вам такая небольшая ностальгия. И я захожу в парк снова, чтобы увидеть, что уж показывает именно термометр сегодняшний. Ну и так подхожу. Я уже совсем рядом. Это будет солнечная сторона. Вот даже время вижу. 9-28. И смотрим, что же он нам выдаст. О-ля-ля, чуть-чуть подождем. 7 октября, видите. 9-28. Какая же будет температура. И это солнечная сторона. Вот, смотрите. Плюс 32. Это солнечная сторона. Вот это то, что я говорю, что в тени одна. И вот есть тоже тень. Можем снять. И вот так же само, видите. 7 октября. Плюс 26. Вот, представляете, какая разница. Это о том, что я говорю. Если на солнце 32, в тени 26. Ну и так, зайдем на пляж. Посмотрим, что происходит. Второй, третий пляж. Это уже в самом начале уже. Рядом с нашим. Ну, видите, да. Ну, примерно так, как везде. Не то, чтобы очень много народу, но есть. Уже люди купаются и отдыхают. Солнце отсвечивает, но, надеюсь, вам видно. Отель Бархан, буквально рядом, вижу напротив. Вот именно этого пляжа. Ну, здесь тоже каменистый вход, конечно. Ну, в основном в Алане. И вот все такие каменистые входы. Редко где бывает пляж, где вот именно с хорошим входом. Но я такие знаю. Сейчас оставлю вам именно подсказочку тоже. Можете посмотреть. Есть такие пляжи, конечно, где хороший вход. Я часто бываю именно в пляж Вайт Голд, Антикью Роман есть. Ну, конечно, Клеопатра, первый и второй пляж, тоже хороший вход. Вот, смотрите, какая отличная сегодня водичка. Тепленькая, чистенькая и почти без волн. Отлично сегодня будет плавать. И на улице тепло. Вот тут какой-то ручей текает в море. А впереди там Jet Sky и именно пляж нашего комплекса. Ну, а мы отправляемся туда, к горе, к крепости ближе. И я снова вышла на набережную. Проходим мимо первого пляжа Jet Sky и направляемся вперед к порту. Добавлю чуть-чуть шаг. Ну, я надеюсь так, что кто сейчас вот именно находится в Алании или кто вот-вот-вот прилетит в Аланию не даст мне соврать. Вот сейчас действительно здесь отличная погода. Ой, прохожу мимо. Вижу, да, стенда. Смотрите. Вот побратимые города Алании и между ними тоже есть Латвия. А именно городок Талстый. Да, есть у нас такой городок небольшой. В России тоже городок Дергачи. В Литве Тракай. Вот побратимые городки вот именно Алании. О, приятно! Вот проходим мимо пляжа Мальдивы. Такой интересный пират здесь. Ну и кальян, смотрите, 8 долларов. Впереди будет мини-гольф такой совсем небольшой. Ну, на то он и есть мини. Сейчас пройдем посмотрим. Но наш путь все равно вперед. Вперед, вперед к порту. Вот мини-гольфик такой маленький. Он рабочий. И сразу впереди вот видите отель Боливард. И вот караоке клуб. Смотрите, какой приятный повар. Шеф-повар, я думаю. Ну, вот рядом с отелем Боливард также есть панорама отель 4 звезды вот и булевард. А напротив на стороне моря сразу именно тоже пляж панорам отеля. проходим Кокос бич пляж и отправляюсь в порт. Вот проезд запрещен авто, но тут все равно их много. Пройдем мимо Майами бич. Так, как громко сказано Майами, но это пляж Майами. Красивый пляж, я вам как-то снимала и его тоже показывала с этими прикольными мусорниками. И идем туда вперед. Вот немножко остановлюсь, покажу, что вы можете перекусить здесь. Вот что здесь и пасты, и гамбургеры, чего только нету. и цены. Если вам интересно, можете приостановить видео и посмотреть, какие же здесь цены. Так, чуть-чуть заглянули в их меню. Здесь тоже есть турецкий завтрак. Но цены нету. Ну, если я не ошибаюсь, 150 лир он стоит. Это 5 евро примерно. А мы так дальше вперед. И снова красивый такой парк. И аллея такая пальм тоже. пляжа. Мы уже дошли до городского пляжа, который рядом с портом находится. У него тоже хороший вход. Тут даже детки могут плавать. даже я вижу они плавают. Маленькие совсем. Да, здесь хороший вход. Но тут есть один небольшой минус, что когда едут эти корабли прогулочные, довольно мусорят. Не совсем чистая здесь вода. И я сюда еще не ходила плавать. Вот четко мне хоть хороший вход, но я сюда не хожу. Я хожу на другие пляжи. Хотя некоторые видите, кто рядом живет, конечно сюда ходят. И даже не рядом. Многие сюда специально приезжают. Вот. И он бесплатный этот пляж, конечно. вот видишь, как спокойно заходит море, да? Это то, о чем я говорил. Здесь хороший вход в море. Есть плюс, но есть и минус. И вот прямо идет корабль, который после себя оставляет много чего неприятного. Напротив пляжа этого находится прямо муниципалитет. Это правда с другой стороны я вам сейчас показываю. Это не центральный вход. И вот он находится прямо напротив городского пляжа. Рядом с портом находятся красивые парки здесь. Я вам тоже их как-то показывала, проходила. Даже на эту гору немного поднялась. У меня были съемки и на ней, но до конца я не добралась пешим ходом. Но на именно джипах, на экскурсии, когда ехали, это комби, я туда добралась. в начале самом такие маленькие катеры такие, но не кораблики, конечно, катеры. Дальше уже будут такие посерьезнее, настоящие пиратские корабли. Вот именно напротив, смотрите, какие интересные такие киоски, даже киоском их не назовешь. Целая карета. Там продается натуральный фреш, гранатовый, апельсиновый. Нет, ты любишь. Да, они любят всех. Это точно. Ну, вот уже продаются во всю экскурсию, зазывают. Ну, порт я вам тоже показывала не раз, также мы сами не раз ездили такие туры, и на час ездила вокруг горы, и так же сама мы едили на 4 часа. Ну, мне лично понравилось, но лучше на 4 часа конечно брать. Вот напротив смотрите, там сразу ресторанчики, кафе разные, но они сейчас пустые, конечно, пока никого, еще утро, но зато зазывал здесь уже приглашение к турам вовсю. О, какие красивые пиратские яхты. Некоторые смотрю, вышли уже на прогулку, ну да, уже некоторые в 9, кто в 10 выезжает на 4 часа. и тогда они потом идут вокруг именно вот именно этой крепости, горы, потом мимо Клеопатры, которые замусоривают все, и вперед в сторону Афталара туда. Потом в море уже дальше, там уже происходит дискотека, пенная вечеринка, ну, разные такие развлечения, а потом уже обратно. Нет, во время путешествия также сама кормят, обед, ну, или ужин, кто когда едет, кто утром, кто вечером. И стоимость, я знаю, на 4 часа такого тура, когда мы ехали, было 12 евро выходило, да? Ну, я думаю, сейчас ничего не поменялось, то же самое, это было пару месяцев назад. вот смотрите, какие красавчики эти кораблики. Каждый раз иду, и каждый раз я ими любуюсь, ну, такая красотень. Нет, поначалу мне было страшно тоже ехать, наслушалась тут всего-чего, всяких, всяких приключений. Ага, I love you, баба. Да, это был тот кораблик, на котором мы уже ехали. И назывался он действительно I love you, баба. Уже, уже подходим к концу. Вот, кораблики вовсю, видите, готовятся к отплыву. Викинг тоже. Ну, я уверена, что кто меня смотрит, многие уже проходили этот тур. Да, очень-очень приветливый народ. конечно, я понимаю, они зазывают, это их бизнес, но все равно они очень любезные люди, действительно, мимо не пройдут, если нужна будет когда-то помощь. Ну, по крайней мере, я не сталкивалась, чтобы, если мне что-то надо было, я интересовалась, спрашивала, или какая-то помощь нужна была, всегда помогали. Ну, и так, мы прошли уже весь причал, посмотрели почти все кораблики. Ну, в самый конец туда не пойдем, там снова маленькие начинаются, маленькие катеры. Посмотрим на гору, на эту крепость Скале. там жилые дома также есть расположены, конечно, их немало, много, сами видите. Ну, и вот какой вертолет здесь расположился еще возле самого порта. Там детский тоже парк небольшой такой впереди. можно машинками покататься разными. Детскими машинками, это не для взрослых. И отправимся немножко-немножко чуть-чуть в этот парк взглянем. Здесь можно прокатиться на машинках. такой автодромчик детский небольшой. Вот подошла к этому красивому парку, который в самом муниципалитете находится. И снова красивые фонтаны. Но я любым фонтанам радуюсь. Мне любой нравится, вы уже заметили. Также здесь есть мостики и не один. Беседочка такая хорошая внутри. Можно посидеть. Напротив там есть в Гамбурге продаются. Можно купить Гамбург, посидеть, покушать. Неполезную пищу. Но другой раз наверное можно. Пройдем посмотрим немножко сквозь этот парк. фонтанчик. Смотрите, здесь чуть-чуть другие фонтаны. И пройдем через эту беседку. Это то, о чем я вам говорю. люди спокойно отдыхают, читают, кто газетку, кто действительно бургер съест. вот здесь тоже есть фонтанчик. Посмотрим с другой стороны. Такой маленький прудик искусственный, созданный. Здесь даже рыбки плавают. хеллоу. Ой, смотрите, какие котятки. А котиков здесь очень и очень любят. Ну вот, смотрите, какой располадился мурка. Bye. Не знаю, видим ли мы рыбки, и отрывки мы не увидим. фонтанчик какой. Ой, любое из семей. Кто-то скажет, больная на фонтаны, наверное, да? Ну мне нравятся они очень. И вот такая беседочка. Немаленькая, да? Такая вдоль этого парка проходит. И здесь такая тень освежающая, водичка. Здесь приятно, очень приятно сидеть. Правда с Днем здесь свободных мест вообще нет. И напротив сразу есть бургерная. Ну и на этом я закончу свое сегодняшнее видео, такой обзор. Началась я с нашего района, именно Джигджили. Ну и дошли мы так до форта, до этого прекрасного парка. Надеюсь, что вам видео понравилось. Не забудьте, конечно, подписаться, кто не подписался. И всем спасибо за ваши лайки. До встречи в новом видео. Пока-пока.